Программу приватизации объектов недвижимости городские депутаты приняли в прошлом году, но ближе к завершению 2011-го пришлось вносить в нее коррективы. Оказалось, что некоторые здания, например, бывшие ремонтные мастерские и сварочные цеха, вообще не пользуются спросом. Отчасти поэтому сейчас туда свезли на временное хранение, изъятые в городе игровые автоматы. Храниться там они будут до начала будущего года, а потом будет решено, что делать с этой недвижимой городской собственностью. Хотели городские власти расстаться с долей площади в доме по адресу проспект Победа 72, но после того, как продали здание бывшего кинотеатра «Радуга», оказалось, что камерному театру негде хранить объемные декорации. Теперь место найдется для них на проспекте Победы, а здание вычеркнуто из списка продажи. Вот это здание на улице Крафтинка-2 также исключено из программы приватизации в этом году. Его занимают предприятия «Электротранс», и оно не успело подготовиться к переезду на Олимпийскую-26. Там будет располагаться новая база. Поэтому городские власти предлагают исключить это здание из программы приватизации, а продать его в году следующем вместе с земельным участком. На Олимпийской пока нет теплых гаражей, а здесь есть все условия, чтобы сберечь технику от лютых морозов. Как долго еще будет переезжать «Электротранс» неизвестно. Исключение объектов не приведет к уменьшению доходов, поэтому предлагаю сохранить доходы от продажи имущества на уровне утвержденного бюджета на 2011 год. Это заявление чиновника со стороны депутатов интереса не вызвало. То ли комитет и не планировал получить от приватизации этих объектов серьезных денег, то ли проданных зданий уже хватает покрыть запланированные доходы. Депутаты сосредоточились на обсуждении питания в детских садах. Итоги прошедшего аукциона доложил начальник управления образования Николай Печников. В целом, итогами чиновники довольны. Круг поставщиков уже сложился. Досад вызывает смена поставщика мяса. Уж очень во всех отношениях управление образования устраивал Орс Северсталь. Но он аукцион не выиграл. Депутаты призвали внимательнее относиться к тем, кто кормит наших детей. Речь идет о жизни и здоровье детей, наших детей. И здесь мы должны какие-то шаги предпринимать. Знаем ли мы всех поставщиков? Следить за поставщиками не входит в компетенцию управления образования, резонно заметил Николай Печников. Но сказал, что пока серьезных жалоб на питание в детских садах не поступало ни от родителей, ни от руководителей дошкольных учреждений. И напоследок заметил, что школьное и дошкольное питание ждут серьезные перемены. В лучшую сторону. В город накануне пришел новый регламент для обсуждения. Но эта тема уже следующего отчета перед депутатами.